Подвергли состояние дел по автоматическим пушкам, мы с них начинали, такому глубокому анализу, то, что есть, и как достичь высоких показателей. Два вчерашних выпускника бросили вызов всему конструкторскому сообществу и теоретически доказали, что единственный путь существенного увеличения скорострельности это создание многоствольных систем. По сути, они наметили стратегический путь развития авиационного вооружения. Параллельно, Василий Грязев и Аркадий Шипунов в 1958 году создали первый удачный образец подобного оружия. Двуствольную 23-мм пушку ГШ-23. С темпом стрельбы более 3000 выстрелов в минуту. 22. Эти слова произносятся за секунду. И за это же время пушка ГШ-23 выпускает более 50 снарядов. Именно так Аркадий Шипунов и Василий Грязев понимали скорострельность. Нарушив все каноны, по которым увеличить скорость стрельбы можно не более чем на четверть, друзья превысили ее в два, а затем и в три раза. Такого не смог сделать ни один конструктор в мире. В 1966 году Аркадий Шипунов приглашает свое КБ талантливого конструктора и близкого друга Василия Грязева, который становится его заместителем по стрелково-пушечному вооружению. В то время я в институте завершал разработку двух шестиствольных пушек. Одно в калибре 23 мм, а другой в калибре 30 мм. Весь этот багаж задел, он был, естественно, передан из Подольского института сюда. Шестиствольные пушки калибром 23-30 мм, проекты которых Василий Грязев и Аркадий Шипунов продолжали разрабатывать в Туле, станут основой обороны кораблей от самого грозного противокорабельного оружия крылатых ракет. На этих кадрах запечатлены сверхсекретные испытания на Черном море. Атомат, цель сопровождают, да, на 120. Берем, 270. Берем, 270. Сопровождаю, 270, 120. Есть. КП-1, нас. Сопровождаю. Шесть тысяч выстрелов в минуту сливались в единый рев. То есть некоторые, вот, находясь вот на таком примерно расстоянии, просто приседают, когда сработают вот эти пушки. А вот эффект от стрельбы, он создается такой, вот, когда вот от забора отрывают доску со скрипом, если вы уже слышали, вот такой. Вот такой примерно звук, значит, да. Облегченными модификациями шестиствольных пушек были оснащены истребитель-бомбардировщик МиГ-27, перехватчик МиГ-31 и фронтовой бомбардировщик Су-24. Роль наземных целей при стрельбе из шестиствольных пушек выполняют только бронированные машины. Грузовики и самолеты практически не используются. Мощные снаряды просто рвут их в клочья в первой же атаке и второй раз стрелять уже некуда. Короткой сорокапатронной очередью пушка в десятые доли секунды посылала в цель 16-килограммовый залп, способный пробить верхнюю броню любого танка. Русская шестиствольная пушка значительно превзошла знаменитый американский вулкан. Американцы крутят внешним двигателем. Вот у них пушка 30-миллиметровая, она с темпом стреляет 4000 выстрелов. Мощность этого двигателя 40 киловатт. Ее еще надо найти. А у нас этот двигатель работает от энергии газа в самой пушке. То есть не требуется никакого внешнего привода. И темп стрельбы у нас 6-7 тысяч выстрелов в минуту. Равному самолету МиГ-29 ближнего маневрного боя нет. Если ты попал в такое положение отношения к самолету МиГ-29, что это уже ближний маневрный маневрный бой, считай, что ты погиб. Главным оружием МиГ-29 на коротких дистанциях стала ракета Р-73. Созданная в начале 80-х, она до сих пор считается лучшей в мире. Кроме того, в левом наплыве крыла располагалась мощная 30-миллиметровая пушка. Всего за 6 секунд она могла выстрелить все свои 150 снарядов.